Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на канале Дарвинский музей дети. И как обычно, я отвечаю на ваши вопросы или рассказываю о необычных животных. И сегодняшний мой рассказ будет посвящен одному из самых странных и удивительных китов. Кит этот называется Кошелот. Что же в нем такого странного и удивительного? Ну, во-первых, надо сказать, что это самый крупный зубатый кит на земле. Конечно, он не сравнится размерами с синим китом, который в длину может достигать 33 метров, но среди зубатых китов он самый большой. Вы знаете, что киты делятся на две большие группы. Это усатые киты. К ним, например, относится синий кит. Это очень большие, крупные животные. У них нет зубов. Вместо зубов у них есть так называемый китовый уз, при помощи которого они, процеживая, вылавливают из морской воды всякую мелкую живность, планктон, которым они питаются. И есть также зубатые киты. К зубатым китам относятся, например, к осадке, относятся дельфины. К ним же относятся, например, нарвал, о котором мы рассказывали в одном из наших видео. Пожалуйста, посмотрите его, если до сих пор еще не видели. У Кошелотов самый большой половой деморфизм, то есть разница между самцом и самкой. Она выражается не только в размерах, выражается также и в пропорциях тела, в размерах головы, в количестве зубов. То есть самца и самку, в принципе, достаточно несложно друг от друга внешне отличить. И крупные самцы могут быть в длину более 20 метров, могут весить более 50 тонн. Представляете, какие гиганты? Самые настоящие гиганты океанов. Но, правда, надо сказать, что самки гораздо скромнее своими размерами. Самки максимально могут достигнуть в длину около 12 метров и весит порядка 14 тонн. Зубы у Кошелотов довольно крупные. Самые большие зубы достигают длину 20 сантиметров. И один зуб может весить 1 килограмм 600 грамм. Такой достаточно увеситый. Правда, зубы у Кошелота есть только на нижней челюсти. Когда-то у предков современных Кошелотов, у древних Кошелотов, зубами были снабжены обе челюсти, верхняя и нижняя. Но у современных зубы есть только на нижней челюсти. И ученым не вполне понятно вообще назначение этих зубов, как Кошелоты ими могут пользоваться. Что еще необычного в этих животных? У них очень необычная форма головы. Ну, во-первых, голова у них огромного размера. Она может достигать примерно трети от длины всего тела. Ну, то есть представьте, если Кошелот длиной 20 метров, то из этих 20 метров порядка 6 метров будет только голова. И большей часть этой головы занимает особый орган. Называется он спермоцетовый мешок. Этот орган, он находится над верхней челюстью. Он заполнен таким воскоподобным веществом, которое называется спермоцет. Спермоцетовый мешок играет очень важную роль в жизни Кошелота и выполняет важные функции. Например, он регулирует плавучесть Кошелота. Дело в том, что спермоцет может менять свою структуру и при понижении температуры он кристаллизуется, его плотность увеличивается. И это очень важно для погружения Кошелота, поскольку у Кошелота прекрасные ныряльщики ныряют на рекордную глубину. Соответственно, наоборот, когда повышается температура спермоцета, спермоцетового мешка, то спермоцет становится жидким, его плотность понижается, и это помогает Кошелоту всплывать. То есть для регуляции плавучести этот орган играет очень важную роль. Кроме того, этот орган еще служит такой своеобразной акустической линзой, которая помогает Кошелоту охотиться. Дело в том, что Кошелоты охотятся при помощи эхолокации. Это действительно для них очень важно. Они охотятся, как правило, на больших глубинах, на глубинах, которые часто превышают километр. Туда практически не проникает свет. Кроме того, у Кошелотов маленькие глаза, которыми вряд ли они могли бы разглядеть в темноте свою добычу. И охота при помощи эхолокации – это очень важное приспособление для выживания в таких необычных условиях. То есть Кошелоты издают звуки, похожие на те звуки, которые издают дельфины, например, для эхолокации. Эти звуки напоминают щелчки – короткие или длинные. И по отражению этих звуков от добычи они как раз находят свою добычу. Кто же является добычей Кошелотов? Вообще, в основном они охотятся на различных головоногих моллюсков. Причем их излюбленный объект охоты – это гигантские кальмары. И колоссальные кальмары – это животные, которые достигают действительно огромных размеров и в длину вырастают до 14-18 метров. Поймать такое животное, безусловно, непросто, совладать с такой добычей. И поэтому у Кошелотов часто на их шкурах обнаруживаются следы от присосок, огромных гигантских присосок, щупальцев, головоногих моллюсков. Итак, Кошелоты, как мы уже выяснили, это самые большие зубатые киты, но на этом их рекорды не оканчиваются. Это самые глубоко ныряющие морские млекопитающие. Как я уже сказала, они охотятся в основном на глубине более километра, но в желудках Кошелотов иногда обнаруживается добыча, которая живет еще на более впечатляющих глубинах. Например, в желудках Кошелотов обнаруживали глубоководных акул, которые обитают на глубине около трех километров. То есть эти животные способны даже на такую большую глубину погружаться. И, конечно, для того, чтобы погружаться на такую глубину, должны быть определенные адаптации, которые позволяют животному пережить погружение на большую глубину, где огромное давление, а также всплытие потом с большой глубины на поверхность. Потому что мы знаем, что, например, водолазов возникает опасность киссонной болезни, когда в крови образуются пузырьки азота, которые разрушительно действуют на кровеносные сосуды и на органы, и могут привести даже к гибели. Как же устроен организм Кошелота? Какие адаптации позволяют этому животному избежать киссонной болезни? Ну, во-первых, надо сказать, что у Кошелота, несмотря на его гигантские размеры, довольно небольшие и легкие. И основной запас кислорода сосредоточен вовсе не в них. Когда Кошелот погружается, его пластичная грудная клетка, она прижимается ближе к легким, как бы охватывая их, и не позволяет легким расширяться. При погружении основной запас кислорода находится в мышцах. Именно в мышцах Кошелотов находится огромное количество особого белка, который может связывать кислород. Этот белок называется миоглобин, и этот белок запасает огромное количество, огромный резерв кислорода. Причем миоглобина в мышцах Кошелотов в 8-9 раз больше, чем в мышцах сухопутных различных животных. И, соответственно, постепенно, когда Кошелот погружается, кислород высвобождается и питает различные органы и ткани. Конечно, меняется кровоток Кошелота, замедляется его сердцебиение очень сильно во время погружения. Сердце начинает биться очень медленно. Главные органы, ну, в первую очередь, конечно, это головной мозг, это органы, которые больше всего нуждаются в кислороде и хуже всего реагируют на его нехватку. Он снабжен так называемой чудесной сетью. Это разветвленная сеть кровеносных сосудов, которые питают кровью мозг, но кровоснабжение других органов в это время значительно сокращается. Когда же постепенно Кошелот поднимается на поверхность, как и у водолазов, подъем на поверхность должен быть достаточно медленным. Долгое время ученые считали, что у Кошелотов вообще не может быть кислородной болезни в силах разнообразных адаптаций, но, оказывается, это не так. И в 2000-х годах, когда происходили учения военные в Тихом океане, оказалось, что была массовая гибель Кошелотов, и когда ученые все-таки пытались выяснить, а что же с ним произошло, оказалось, что в их тканях есть пузырьки азота. То есть был большой такой подводный шум, к которому привели эти учения. Это напугало Кошелотов. Кошелоты были вынуждены довольно быстро всплыть на поверхность, и это все-таки вызвало у них киссонную болезнь. Вообще Кошелоты, как правило, поднимаются, как опытные водолазы, поднимаются на поверхность очень медленно. Кошелоты очень громкие животные и могут издавать звуки силой 236 дБ. Но если сравнить это с другими шумами, которые нам больше, пожалуй, известны, то, например, при взлете реактивного самолета его двигатели издают шум около 140 дБ. То есть представляете, какая необычайная сила звука у Кошелота. Звуки, как я сказала, нужны, конечно, этим животным для того, чтобы использовать их при поимке добычи. Они нужны им для их локации, чтобы обнаруживать добычу. Но не только. Дело в том, что Кошелоты — это социальные животные. Они живут группами, иногда достаточно большими, и внутри групп животные друг с другом общаются. Их способ общения напоминает азбуку Морзе — это серия коротких и длинных щелчков, сигналов, которые, очевидно, несут какую-то достаточно сложную информацию. Причем ученые сейчас привлекают искусственный интеллект для того, чтобы попытаться расшифровать язык Кошелотов, и, может быть, впоследствии у нас появится возможность общаться с этими животными на их языке. Было бы очень здорово. Ученые выяснили, что у каждого клана Кошелотов существует свой собственный диалект. Насколько этот язык похож на человеческий язык и имеются ли признаки человеческого языка, пока еще точно сказать нельзя, но ученые активно над этим работают, и вполне вероятно, что действительно у Кошелотов самый настоящий язык, которым они могут передавать достаточно сложную информацию. Ну и у Кошелотов есть еще один замечательный рекорд, у них самый-самый крупный мозг. Мозг Кошелотов может быть весом от 7 до 9 килограмм, и это рекорд ни одного другого животного, такого огромного мозга нет. Даже у синих китов, которые значительно превосходят Кошелотов размерами, мозг меньше размера. Долгое время думала, что это связано именно с эхолокацией, потому что, как правило, у животных, которые используют эхолокацию, это достаточно сложное поведение, мозг довольно крупный, но в последнее время все-таки ученые приходят к мысли к тому, что большой мозг нужен Кошелотам для сложной социальной организации их групп, потому что действительно поведение этих животных очень сложно, и они вступают друг с другом в достаточно такие непростые взаимодействия. У Кошелотов не случайно такой большой половой деморфизм. Крупные самцы имеют преимущество в борьбе за самок. Во время брачного периода самцы образуют гаремы из 10-15 самок, и эти гаремы ожесточенно защищают от других претендентов, от других самцов. При этом между самцами Кошелотов происходят какие-то совершенно жуткие драки, и во время этих драк Кошелоты зубами наносят друг другу ужасающие раны, и даже ломают нижние челюсти. Не случайно такой крупный размер самцов вызван именно действием полового отбора, поскольку крупные самцы имеют в данном случае во время брачного периода серьезные преимущества перед более мелкими самцами. Кошелоты очень необычно спят. Если вы видите спящих Кошелотов, то это производит неизгладимое впечатление, потому что в момент сна они вертикально зависают в воде на небольшом расстоянии от поверхности, и выглядят это, знаете, как какие-то каменные глыбы, просто висящие медленно и неподвижно покачивающиеся в волнах. Сон длится недолго, но сон очень крепкий, поскольку у Кошелотов одновременно отключаются оба полушария во сне. Если сравнить, например, с дельфинами, то у дельфины спят на ходу, и спят они поочередно, отключая эту правую, это левая полушария. У Кошелота все не так. Кошелоты спят двумя полушариями сразу, но правда, в общем, достаточно недолго, 10-15 минут. И в целом сон занимает примерно 7% их жизни, то есть сон достаточно непродолжительный. Кошелоты на протяжении столетий были одним из важных источников китобойного промысла. И китобойный промысел очень сильно сократил их популяцию. Зачем китобои охотились на Кошелотов? Основная ценность этой добычи – это тот самый спермоцет, который находится в спермоцетовом мешке, и у одного Кошелота спермоцета может быть до 5 тонн. Это москоподобное вещество использовали люди достаточно активно, из него делали свечи, делали различные смазочные материалы для различных машин и механизмов, использовали для производства мыла, для производства косметики, мази и так далее. То есть вещество использовалось очень широко. И надо сказать, что здесь вот очень необычная ситуация, когда стала развиваться добыча нефти, нефтеперерабатывающей производства, то получили множество синтетических аналогов тех веществ, которые добывали из спермоцета. И соответственно уже отпала необходимость, например, использовать спермоцет для получения смазочных материалов, потому что из нефти эти продукты оказались гораздо более доступными и дешевыми. Так что здесь можно сказать, что добыча нефти, развитие переработки нефти сыграло свою очень важную роль в том, чтобы на кошелотов перестали охотиться. Ну и от кошелотов получали еще одно очень необычное и очень ценное вещество. Это вещество называется амбра. Амбру необычайно ценили. Ее использовали и в восточной медицине традиционной, использовали ее и парфюмеры для того, чтобы усилить стойкость запаха духов. Что такое амбра? Амбра это вещество, которое образуется в кишечнике кошелотов. Ну, как я уже сказала, кошелоты в основном питаются головоногими моллюсками. У них есть твердые части тела, у них есть роговые клювы, достаточно жесткие. Эти роговые клювы раздражают слизистую кишечника, и кишечник в ответ на это раздражение выделяет некое вещество, которое затем формируется в такие сгустки или слитки, которые могут быть достаточно большого размера. Вот это вещество и называется амбра. Поначалу оно имеет неприятный запах, но часто эта амбра попадает в море и может в воде находиться в морской несколько лет, прежде чем ее, например, выкинет на берег, ее найдут люди. И она приобретает уже другой, несколько такой пряный, древесный запах. И вот это вещество необычайно ценилось, и тоже добыча амбры была одной из причин, почему люди охотились на кашелотов. Но, по счастью, постепенно все-таки популяция кашелотов восстанавливается, и хотя мы точно не знаем, сколько их сегодня, вообще изучать кашелотов непросто, потому что, как правило, большая часть своей жизни они проводят на достаточно больших глубинах. Но, тем не менее, все-таки есть надежда, что популяция впоследствии восстановится, и эти прекрасные, сильные, крупные животные будут продолжать жить рядом с нами. Сейчас нет каких-то достоверных оценок, сколько же кашелотов живет на земле. Но когда-то их популяция была очень большой, их было более миллиона, ну а сейчас скорее где-то 350 до 500 тысяч. То есть, несмотря на то, что уже в течение нескольких десятилетий охота на кашелотов практически повсеместно запрещена, тем не менее, восстановить численность этих животных не так-то просто, потому что воспроизводство у них очень медленное. Кашелоты долго живут, они могут жить в 7-13 лет. То есть, это достаточно поздно для животных. У кашелотов, как правило, рождается только один детеныш раз в 3, а то и раз в 6 лет самка производит малыша. Ну, малыш это условное название, потому что рождается кашелот довольно большим. Длину он при рождении достигает 4 метров и весит около тонны. Детеныш очень долгое время держится рядом с матерью, потому что на детенышей могут нападать, например, касатки. Это довольно серьезные крупные и сильные хищники, которые могут представлять угрозу для молодых кашелотов и особенно для детенышей. Детеныш держится около матери довольно длительное время, ну а мать кормит его молоком, довольно жирным и питательным, которое позволяет детенышу быстро расти и прибавлять в весе. Помимо касаток, есть у кашелотов и другие различные опасности, которые могут им угрожать. Как я уже сказала, охота на кашелотов запрещена, но зато есть, например, загрязнение океана, в частности, загрязнение океана нефтепродуктами, которое может приводить к гибели этих животных. Изредка кашелоты гибнуты по разным другим причинам, например, они могут сталкиваться с судами, они могут запутываться, например, в кабелях, которые проложены по дну океана, причем запутываются так сильно, что не могут самостоятельно оттуда никак выбраться, и в результате гибнут. Есть предположение, что они путают эти кабели щупальцами головоногих моллюсков, пытаются с ними бороться, таким образом окончательно в них запутываются. Ну что ж, друзья, пожалуй, на этом все. Пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки, если вам понравилось видео, и подписываться на наш канал. Приходите к нам в музей, мы рады вас всегда видеть, и у нас всегда есть что-то новое, интересное для вас. И всем хорошего дня, пока!